На скамье подсудимых Владимир Липов, известный в криминальных кругах Хрипаты, уже второй раз. В марте 2011 года его осудили на 25 лет лишения свободы за организацию преступной банды, серии разбойных нападений и заказных убийств. Но Верховный суд России отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. В итоге присяжные сократили список обвинений до эпизода в Тургеневском переулке. Тогда в перестрелке один человек погиб, другой был тяжело ранен. Сегодня, когда Липову предоставили последнее слово, он заявил о давлении прокурора на присяжных и своей невиновности, сравнив себя с тигром в клетке. Обвинений в мире не доказательств, не улитая тигра, а есть желание упрятать, на другие его залечения. Поэтому мы обвинемы перед демонстрацией силы для народа, чтобы затуманить людям мозги, для того, чтобы они действительно поверили, что перед ними преступник. В принях адвокат обратил внимание судей на противоречие вердикте. Присяжные признали подсудимого невиновным в создании ОПГ, но при этом виновным в разбой совершенным участниками банды. Признание Липова, причастным к нападению 17 июля 2006 года, приводит к невероятному выводу о том, что это нападение в переулке Тургенева, в том числе покушение на Яковлева и убийство Минцаевна, происходило дважды, в одно и то же время, независимыми друг от друга группами лиц, в одной из которых Липова не было, а в другой он был. Государственный обвинитель говорит о прессинге со стороны подсудимого. Мне еще приходилось испытывать психологические нагрузки со стороны подсудимого. То есть постоянное оскорбление и все, что касаемо всего процесса, это был психологический неравный процесс. Владимира Липова приговорили к 22 годам в колонии строгого режима. Обе стороны оказались недовольны приговором. Подсудимые и родные погибшие в ходе разбойных нападений намерены обжаловать решение суда.